В Туркестанской области приступили к сбору урожая малины, причем это уже второй урожай в этом году. В населенном пункте Зангар в Казыгурском районе малиновый бизнес основной для местных жителей. Здесь 170 домов с земельными участками и почти каждая семья выращивает ягоду. В нашем сюжете о том, выгодна ли жизнь в малине. Жители поселка Зангар в буквальном смысле живут в малине. Целыми днями они ухаживают за ягодой. Нужно и за влагой проследить, и прополоть, а сейчас в разгаре сбор урожая. Тут уж вообще ювелирная работа. Малину нужно собрать так, чтобы она сок не пустила и не расквасилась, даже на глазах у конечного покупателя. Мы с 10 суток собираем ягоды столько, что хватает на покупку одной коровы. Я вот уже скоро могу две коровы купить. Малина – это основной вид заработка для жителей нашего поселка. В поселке Зангар 170 домов, почти в каждом выращивают малину. Кто-то сначала экспериментировал с клубникой, но урожай не удавался и приносил убытки. В итоге лет 10 назад местные жители начали высаживать малину. Глядя на успешное дело, соседи подключились почти все сельчане. Теперь здесь под алую ягоду отданы 25 гектаров, и малиновый бизнес для многих стал семейным. У нас вся семья малиной занимается. Мы со снохой отвечаем за сбор урожая. Когда ягод много, берем на работу помощников. Это у нас уже второй урожай. Первый собрали в мае. Излишки мы сами кушаем или варенье варим. А собранную малину храним в прохладном месте, а потом отправляем на рынок. На рынке ситуация непростая. Уж больно много там конкурентов. Важно знать, говорят дихкане, как выгодно ягоду продать. Пока закупочная цена хорошая. За один килограмм можно получить тысячу тенге. Но так бывает в первые дни малинового сезона. Потом, когда малины на рынке становятся больше, ее стоимость падает. В прошлом году у нас собрали с одного гектара две тонны малины. В этом году ждем урожай побольше. Ягоды в основном сейчас направляем в Сарагашский район, в город Шенкент. Есть поставки в Алмату и Туркестан. Дефицита на рынке сейчас нет. Сбор урожая идет активно, хотя пока не в полную мощь. Но через пару дней предложения будет столько, что малина должна подешеветь. Марина Низовкина, Виталий Зайдинов, Атамикен Бизнес, Туркестанская область.